в моем понимании читмил действительно можно себе позволить только тогда когда есть уже форма и тебе ее нужно держать то есть разгружать нервную систему и давать организму необходимые микроэлементы тоже гликогеном да немножко подзагрузиться но только когда у тебя есть форма если у тебя жир вы сказали неделю-две сушишься забудь еще на три месяца это слово как минимум какой читмил за две недели можно построить можно можно построить питание допустим на сушке допустим 6 1 да очень хорошо психологически это воспринимается особенно женщинами до 6 дней у тебя режима один день ты себе позволяешь ну что нибудь но практика показывает так когда ставится цель и человек сидит 6 дней на режиме а ему уже на седьмой день можно все но а он уже не хочет он что-то съел и уже не будет психологически вот так но разгружать один день можно но если я действительно поставлена цель то повысить углеводы можно либо фруктами либо сложными углеводами нужно то есть нормальную пищу не зажираться вот вообще читмил в моем понимании это зло по любому зло ничего хорошего не происходит моем понимании это выглядит так у вас допустим куда длительное время организм полностью перестраивается под то питание которое вы употребляете ферментативная система все перестраивается соответственно все вырабатывается под любыми железами любыми там гормоны все органы перестраиваться там месяц-два под какое-то количество калорий под определенную пищу особенно вот эта вся ферментативная система и потом вы в один день бахаете туда пол макдональдса что с вами происходит понимаете какая-то нагрузка и что вообще происходит с поджелудочной вообще со всеми органы а еще залипаются сочки в кишечнике потом еще неделю у вас нормальная еда не будет усваиваться но если по честному трава этого лучше в моем понимании для то вот мне например как было по кайфу когда я на сушке когда я понимаю что я форму успеваю делать у меня есть запас я удел я точно знаю что я могу сделать загрузочный день забудьте читмил загрузочный день да вот это более грамотно правильно это добавление таких продуктов например которых правильно которые допустим не кушаешь например сыр плюс виноград очень классно вкусно заходит на сушке то есть и как бы жир ты получаешь дополнительно сыр да там белок плюс фруктозу винограда еще какие-то фрукты плюс но какие-то там повышенное количество допустим сложных углеводов то есть это на 100 граммах сидишь 300 сделал себе на загрузочный день правильно и в эти 300 где же там фрукты входят хороший совет и это это просто бомбически наполняет и ты потом дня три просто становишься еще больше чем ты на массе был потому что ты уже форме приходишь ближе к форме да ты избавляешься от жировой и когда ты делаешь такую вот загрузку со 100 грамм я условно говорю со 100 граммов на 300 350 ты на воскресенье ты загрузился ты в понедельник ты просто огромен и качественный ну лучше чем был на массе и ты выглядишь больше чем ты там весел допустим самый пик на массе но был жирный визуально это вообще шикарно это так мотивирует наполненность до гликогеном гликоген всасывается очень дня два-три ты просто шикарно себя чувствуешь хотя ты на следующий день каждый день у тебя все опять в режиме опять эта мерзкая грудка там все что у тебя в режиме да но и верно kitchen грудка не мерзкая да в любом виде холодном она супер рецепт секрет никому не скажем она вкусная очень но все многие удивляются почему холодная грудка там на второй третий день без не разогревая она остается мягкая купать можно добавляет да немножко знаете чего любви по поводу до читмила мой читмил например очень мне заходит к примеру походит пойти суши поесть там ничего вредного плохого нет вот все что есть в какой-нибудь территории либо в любых других там суши заведениях это вообще классное место для загрузки к примеру и вот я говорю и фрукты еще очень круто заходит и прям дня на три подрит все а читмилл ну знаете бывают такие вещи это спортсменам особенно после соревнований выносят весь макдональдс и все вместе с теми кто там работает и потом плюс у меня например рекорд плюс 12 за сутки после соревнований это неправильно это понимает это я не буду говорить мы как бы через это прошли это все профессиональная страна это не самое хорошее я вот не знаю для меня всегда будет ну как сашка отзоев я с ним разговариваю он не живет как он может в день соревнований есть мерзость всю и на следующий день пусть вообще он это правильный подход но он один так наверно все жрут потому что ты ждешь этого дня больше чем соревнований это длинный загрузка читмилл плохо читмилл будет развивать плохие продукты вот забудьте плохие продукты используйте хорошие макароны с сыром пшеницы качественный читмилл какие-то долгосрочные все-таки уже дни до по читмилл дает только психоэмоциональную и чуть-чуть подносать арифит это уже прям много другая обменка многие многие сейчас там нам пропагандируют то что можно накачаться либо сохнуть до используя просто колораж не важно что ты ешь это работает да действительно работать но как-то выглядеть будешь как допустим если мы берем сушку например да у нас все мы рассчитали тысячу калорий девочки вот такая вот она прям пышка и тысячу калорий и рассчитали суку туда у нее дефицит но она тысячу калорий выживет сникерсы еще божественная сушка просто сами дальше подумайте что с ней будет вообще с ее мышцами с ее гормонами со вообще совсем плюс это кардио плюс физические нагрузки и другой пример тысячу калорий мы набираем монопродуктами то есть это те же углеводы сложные тут же белок вот понимаете да в чем разница то что сейчас эти блогеры загоняют тему и я вам так скажу я не видел ни одного успешного бодибилдера который бы сушился готовился его навигал на калориях вот а именно на таких вот методах когда можно сожрать все что угодно и при этом либо набрать либо высушиться важно калорийность это важно и важно выживу из чего состоят эти калории то есть из чего идет вообще синтез и белковых структур из откуда берется и гликоген и прочие прочие вещи это очень важно и